Общее сведение. Недержание мочи у детей – стойко повторяющиеся непроизвольное и неосознанное мочеиспускание в дневное или ночное время. Недержание мочи страдает от 8 до 12% детей, при этом наиболее частой формой патологии в детском возрасте является инурез. Полиэтиологичная природа недержания мочи у детей делает данную проблему актуальной для ряда педиатрических дисциплин – детской неврологии, детской урологии, детской психиатрии. У детей в возрасте до 1,5-2 лет недержание мочи считается физиологическим явлением, связанным с незрелостью самотовегетативных регуляторных механизмов. В норме навыки задержки мочи и спускания при наполнении мочевого пузыря формируются у ребенка к 3-4 годам. Однако, если к этому периоду навыки контроля мочи и спускания не установились, следует искать причины, обусловливающие недержание мочи у ребенка. Недержание мочи у детей представляет социальную гигиеническую проблему, нередко приводит к развитию психопатологических расстройств, требующих длительного лечения. Недержание мочи у детей – причина недержания мочи у ребенка. Недержание мочи у детей может быть обусловлено нарушением нервной регуляции функций тазовых органов вследствие органических поражений, головного и спинного мозга, травм черепно-мозговых, позвоночно-спинно-мозговых, опухолей, инфекций, арахноэдита, мейлиты и дыры. ДЦП Часто недержанием мочи страдают дети, имеющие различные психические заболевания – олигофрению, аутизм, шизофрению, эпилепсию. Недержание мочи может быть обусловлено анатомическими нарушениями развития мочи половой системы ребенка. Так, органическую основу недержания мочи может представлять незаращение урахуса, эктопия устья мочи точников, экстрофия мочевого пузыря, гипоспадия, эписпадия, инфравизикулярная обструкция дыры. В некоторых случаях недержание мочи у детей возникает на фоне синдрома ночных апноэндокринных заболеваний, сахарного диабета, несахарного диабета, гипотириоза, гипертириоза, приема лекарственных препаратов, антиконвульсантов и транквилизаторов. Собственный инурез у детей является мультифакториальной проблемой. Инурез может иметь наследственную природу, доказано, что если оба родителя в детстве страдали недержанием мочи, вероятность инуреза у ребенка составляет 77%, если же расстройством мочи и спускания страдал только один из родителей 44%. Наиболее частое развитие недержания мочи у детей инуреза связывается с задержкой созревания нервной системы ребенка вследствие неблагоприятного течения перинатального периода. Незрелость ЦНС может быть обусловлена угрозой прерывания беременности, гистозом, анемией, беременной, маловодием, многоводием. Внутриутробной гипоксии плода, асфиксии в родах, родовой травмой. В дальнейшем у таких детей обычно формируется нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Недержанием мочи довольно часто страдают гиперактивные дети. В ряде случаев ночное недержание мочи объясняется нарушением ритма секреции антидиуретического гормона в изопрессина. Вследствие недостаточной концентрации в изопрессина флазме в ночное время почки выделяет большой объем мочи, переполняющей мочевой пузырь и приводящий к непроизвольному мочеиспусканию. Недержание мочи может сопутствовать урагенитальным заболеваниям пелонефриту, циститу, уретриту, в львовогениту у девочек. Бала на поститу у мальчиков пузырь на мочеточниковому рефлюксу, нефраптозу, пелоэктазии, глистной инвазии. Повышенные возбудимости мочевого пузыря и недержанию мочи у детей могут способствовать аллергические заболевания. Крапивница Атопический дерматит, бронхиальная астма, аллергический ренит. У детей, особенно дошкольников, недержание мочи может иметь стрессовую природу. Довольно часто психотравмирующей ситуацией выступает развод родителей, смерть близкого человека, конфликты в семье, насмешки сверстников. Перевод в другую школу или детский сад, смена места жительства, рождение в семье еще одного ребенка. В последнее время в числе причин, способствующих недержанию мочи педиатрами, называется широкое применение одноразовых подгузников, задерживающих формирование условного рефлекса на мочеиспусканию ребенка. В большинстве случаев недержание мочи у детей провоцируется совокупностью обозначенных факторов. Классификация в том случае, если непроизвольное истечение мочи происходит через уретру, говорят о визикальном недержании, если же моча выделяется. Через другие неестественные каналы, например, мочеполовые и мочекишечные свищи, такое состояние расценивается как экстравизикальное недержание мочи. В дальнейшем будут рассмотрены только формы визикального недержания мочи у детей. В детской урологии принято разграничивать неудержание недержания мочи. В первом случае ребенок ощущает позывы на мочеиспускание, но не может удержать мочу. Во втором, ребенок не контролирует мочеиспускание, потому что не ощущает позывы. В том случае, если недержание мочи случается во сне у детей старше 3,5-4 лет не реже вторых раз в месяц при отсутствии психических заболеваний и анатомо-физиологических дефектов урогенитальной сферы, говорят об инурезе ночном или дневном. Недержание мочи у детей может иметь первичный и вторичный характер. Под первичным персистирующим понимается задержка формирования физиологического рефлекса становления и контроля мочи испускания. Обычно это происходит на фоне нервно-психических расстройств или органических нарушений мочеиспускательной системы. К случаям вторичного приобретенного недержания мочи относятся ситуации, когда навык торможения мочи и спускания утрачивается после периода контроля за мочеиспусканием свыше 6 месяцев. Вторичное недержание мочи у детей может иметь психогенное травматическое и иное происхождение. По механизмам развития недержания мочи может быть императивным, рефлекторным, стрессовым от переполнения мочевого пузыря комбинированным. При императивном повелительном недержании мочи ребенку не удается контролировать мочеиспускание на высоте позыва. Данный вариант, как правило, встречается у детей с гиперрефлекторной формой нейрогенного мочевого пузыря. Стрессовое недержание мочи у детей развивается в связи с усилиями, сопровождающимися резким повышением внутрибрюшного давления, кашлем, смехом, чиханием, поднятием тяжести и т.д. Такой тип чаще всего обусловлен функциональной слабостью мышц тазового водной уритрального сфинктера. К рефлекторному недержанию мочи у детей приводит разобщение корковых и спинальных центров, регулирующих функцию тазовых органов ТВТ. Часть произвольная мочи и спускание. В этих случаях отмечается непроизвольное стечение мочи по каплям или небольшими порциями. Парадоксальное шуре или недержание мочи, связанное с переполнением мочевого пузыря, может быть малого, до 150 мл, среднего минус 150, минус 300 мл и большого объема, более 300 мл. Данное нарушение характеризуется непроизвольным выделением мочи вследствие переполнения и перерастяжения мочевого пузыря у детей с гипорефлекторным нейрогенным мочевым пузырем инфравизикальной обструкцией. Симптомы недержания мочи Недержание мочи – это не самостоятельное заболевание, а нарушение, встречающееся при различных нозологических формах. Недержание мочи у ребенка может быть постоянным или периодическим, отмечаться только во сне или также в бодрствующем состоянии обычно. Во время смеха, бега, иметь характер небольшого подтекания мочи или полного спонтанного опорожнения мочевого пузыря. У детей с недержанием мочи часто отмечаются сопутствующие заболевания, рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, запоры или инкопресс. Вследствие постоянного соприкосновения кожи с мочой нередко возникает дерматит, гнойничковые поражения. Детей с анурезом характеризует эмоциональная лоббильность, замкнутость, ранимость или вспыльчивость, раздражительность, отклонение в поведении. Такие дети могут страдать заиканием, бруксизмом, нарушениями сна, снахождением, с ноговарением. Типично вегетативные симптомы – тахикардия или брадикардия, потливость, цоносы, похолодание, конечностей. Диагностика специализированной обследовании детей с недержанием мочи направлена прежде всего на выяснение причин данного состояния. Поэтому в диагностическом поиске может участвовать команда детских специалистов, включающая педиатра, детского уролога или детского нефролога, детского психиатра. Исследование соматического статуса предполагает сбор подробного анамнеза, оценку общего состояния, осмотр поясничной области, промежности, наружных половых органов. На этапе уронефрологического обследования оценивается суточный ритм мочи и спускания и проводится лабораторное исследование и общий анализ Мочи, бактериологический посев, мочи проба зимницкого, ничепаренка и дары Урофлоуметрия узи почек и мочевого пузыря, обзорная экскреторная урография При недостатке информации выполняются инвазивные диагностические процедуры, цистометрия, цистоскопия, профилометрия и уретры Электромиография мышц мочевого пузыря, уретра цистоскопия Детям с недержанием мочи и отягощенным перинатальным анамнезом необходима оценка неврологического статуса с исследованием ЭГЭ Эхойка, РЭК, выполнением краниографии При подозрении на аномалии развития позвоночника показано проведение рентгенографии КТ или МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника электронейромиографии Лечение недержания мочи у детей В зависимости от выявленных и теологических факторов лечение проводится дифференцированно При врожденных пороках развития мочевыводящих путей выполняется их хирургическая коррекция пластика уретры, сфинктеропластика Ушивание свища мочевого пузыря и дыры, закрывающая круглая скобка В случае выявления воспалительных заболеваний назначаются курсы консервативного лечения ретрита, циститопиелонефрита Лечение детей с психическими расстройствами и психогенным недержанием мочи проводятся детскими психиатрами и психологами с помощью Медикаментозной терапии, психотерапии Если причиной недержания мочи у ребенка служит недостаточная зрелость нервной системы, показаны курсы наотропных препаратов Важную роль в лечении любых видов недержания имеют режимные моменты, исключение стрессовых ситуаций, создание доброжелательной атмосферы Ограничение употребления жидкости на ночь, принудительное пробуждение ребенка и высаживание на горшок ночи дыры В лечении различных форм недержания мочи у детей эффективны физиотерапевтические методы Дарсонвализация, диаторми, электрофорез Электросон, магнитотерапия, ИРТ, электростимуляция мочевого пузыря, транскраниальная электростимуляция Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова